Какие на сегодняшний день основные направления работы? Какие вопросы для этой повестки? Изменения в законодательстве приходят, но очень долго к этому процессу идем, обсуждаем, потому что всесторонне должно быть, каждый закон, он согласен со всеми остальными законами, он не должен навредить, когда их очень много, это сложно влезать. Основные задачи, вы знаете, вот каждая франция встает и говорит о том, что мы хотим улучшить жизнь наших граждан. Это интересно, кто-нибудь с тобой сказал, я хочу улучшить, ну кто же это делает? Конечно, все хотят улучшить, но есть возможность. Так мы же предлагаем, есть правительство, как оно исполняет, но правительства средств нет. И, кстати, все очень понятно было, а бюджет, как основной закон, который принимается на год, в котором мы все живем, убеждает сужу государственной долги. Поэтому, конечно, мы вникаем во все вопросы. Все мы приезжали со всех уголков нашей великой Родины, и каждый хочет помочь своему уголку. Ну, так не получается. Остро много вопросов, ответить на этот вопрос действительно однозначно невозможно. Потому что пытаемся объять, не объять. Но вот все-таки основное направление сегодня стали вырисовываться. Прежде всего, почему я в свой первый день, в своей региональной неделе, посвятил вам, студенчеству, это прежде всего сейчас стали уделять особое внимание. Это в школе высшее название средствам учения. Потому что все мы прекрасно понимаем, что завтра мы со своими опытом просто уже станем немощными. А кто нам придет на смену? А те, кто придут, их достаточно хорошо учат или нет? Квалифицированно получают образование или нет? Смогут ли его применить или нет? А сколько идут сокращения в вузах, тех или иных кафедрах? Проказанно-каперодармский состав жаруется на это. Мы тоже это все обсуждаем. Говорим о том, что, ну как же там старинная какая-то кафедра, такой приятный ученок подготовил. И вдруг она сокращается. Но, оказывается, параллельно будет. Лучше есть это. И, если раньше государство, кто себе это позволял, он бы себе это уже не возьмал. Средства нужны. Мы, как вы правильно поступили, особое внимание сейчас выделяем обороноспособности нашего государства. И вот это второе направление, первое ключевое сейчас вы видите, это обучение. Второе, да, обороноспособность нашего государства. Если не будешь кормить свою армию, ты будешь кормить чудо. Да, помните? Александр Третий сказал, что у России есть только два средних. Кто знает, какие? Правильно. Да. Девушка, если вы знаете, это был вопрос? Да. Здравствуйте. Меня зовут Еленка Олеся. Я учусь на сейс-но-очем-приотете. И, соответственно, с этим у меня вопрос. Это год объявлены в этом экологии в России. И можно не сказать, что технические мероприятия, связанные с экологией, по улучшению экологии нашей страны, будет больше по сравнению с предыдущими годами. Если да, то на что, в первую очередь, будет обрешено внимание? Все. Спасибо. Вы знаете, кто помощник президента по экологическим вопросам? Нет, да? Правильно. Сергей Борисович Иванович. Я сейчас не об этом. А кем он до этого был? Глава администрации президента. Глава администрации президента. Ну вот. Значенный год. А до этого министром обороны был. Ну, не важно. Это опытнейший человек. А до этого он еще ровно в Киеве. Это опытнейший человек. И он знает внутреннее состояние. А Россия не понаслышит. И сегодня, вот этот год экологии, о котором мы говорим, конечно, безусловно, уже подготовлена программа. И готовилась она как раз как вот Сергей Иванов. И особое внимание, конечно, я не могу сказать, что будет в Санкт-Петербурге или каком-то новом другом месте, там, по захоронению каких-нибудь отходов, опасно. Или на Дальнем Востоке, или еще одно, со свалками, что у нас творится. Мы, кстати, очень много принимаем законопроектов по вырегулированию, в том числе и твердых потовых отходов, которые скакливаются не только сам тем, но и вырегулированию полигонов и так далее. Эти системы, зато, они все вошли в единую программу, тоже для общего понимания. Уже два года как бюджет формируется страны, да и субъект Российской Федерации формируется на основе программы. То есть не просто, вот мы там выделяем какое-то количество средств натуре и на его область. Нет, она вот программа, от начала до конца прописана в эту программу, чтобы ее завершить, и выделяются эти средства. Они прописаны. Все аспекты, созлагаемые этой программой, они все включены в единую программу, как бы и в программу по защите экологии государства. И вот эта программа, что-то выделить особо, наверное, нельзя, потому что мы все взаимосвязаны. Вы знаете о том, что у нас будет 9. У нас уже, я не знаю, там, порядка 20 гектаров мы предельной полосы залиру материалей. Ну, по-моему, нужно проводить специальные работы, в мере укрепления и так далее. Это федеральный бюджет. Даже если региональная власть хочет это заняться, и в бюджете есть средства, не имеет права, чтобы в законе, иначе надо вносить изменения в законе. Это сложный процесс. Ну, то, что вас это волнует, это хорошо. Хорошо бы еще, чтобы вы до конца понимали, зачем это вам все нужно. И что вы будете с этим делать? Ну, так, Света, задавайте эти вопросы. Какой курс здесь? Здесь находятся представители, собранные студенческими советами. А вообще, можно управление ВУЗом, он предстоит ученическую совету, может, несколько слов. На самом деле, мы определенные долги выдели, в определенных. Поэтому здесь самые разные курсы. Ну, это студсоветы, тут, может быть, не по специальностям, а по активности. Жить надо в создании, а не просто так. Это я не вредно не говорю, но на основе того опыта, который я проявлю. Потому что, вы знаете, это кажется, когда молодой, что у меня еще все впереди. Не-не-не. Как-то женщина принесла своего ребенка закраду. И говорит, вот, хотела тебе его отдать, чтобы ты его воспитал, чтобы он был точно такой же, как ты. Она говорит, а сколько ребенок? Она говорит, две недели. Вы говорите, женщина опоздала ровно две недели. Вот, то есть, о чем это говорит? То есть, с самого начала, с рождения надо. Вы еще никуда не опоздали. Это образно было сказано. Но, задумываться над вопросом, обязательно нужно. Понимать, осмыслить. Никогда ничего не делайте просто так. Иначе это будет пустой. Потеряйте время, средства, А потом еще раз проведите. Спасибо. Время.